спасибо что вы с нами либо либо это студия подкастов и у большей части наших эпизодов нет видео но мы хотим чтобы как можно больше людей знали о нас поэтому решили все равно публиковать выпуски на ютубе пожалуйста поставьте лайк этому эпизоду подпишитесь на наш youtube канал и нажмите на колокольчик чтобы не пропустить новые выпуски спасибо либо либо часто я прохожу мимо какой-нибудь поляны а шура идет за мной буквально по пятам собирает грибы там где я только что был и такая а чё ты это не собрал а это чё ты не взял я такой какой ты ответ предполагаешь на это не захотел или что типа потому что я ненавижу конкретно эти грибы просто я не заметил привет меня зовут александр барсенко это подкаст первородии подкаст в котором мы рассказываем о родительстве при этом не даем никаких советов а только делимся своими переживаниями тревогами и разными историями детей которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте зовут петя ему 17 тише 15 лет мане 12 вообще возможно когда вы будете слушать этот выпуск какого там числа выйдет мане уже будет 13 лет и мне такое ощущение что мои дети каждый выпуск да 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 я просто охреневаю типа ну а кого послушайте там уже им будет 20 17 просто в геометрической прогрессе я кстати вчера поднимался по лестнице домой и почему-то мне резко пришла в голову картинка как мы старые с седыми волосами сидим и такие типа привет а мне и представлять не надо да 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 а мы с барсенко уже сидим я седой а всем приветствуйте говоря меня зовут владимир цибульский моей дочери соня шесть лет она по крайней мере пока не седая слава богу привет меня зовут юра сапрыкин у меня сын лёва ему 6 лет с половиной партнер эпизода бренд натуральной косметики веледа в середине выпуска будет наша совместная рубрика в которой мы вместе с веледой и с владимиром цибульским вспомним косметику из детства кстати про седых я быстро расскажу раз уж мы про это говорим что буквально два дня назад мы с шурой гуляли поселка где мы обычно летом снимаем и мы так оказалось что мы туда поехали на 2 дня без детей и у нас был вообще quality time мы пошли в лес и в частности я там встретил седого дятла блин ё-моё это довольно редкий вид его редко встречаешь тише кстати все время дразнит меня что седой дятел это я кстати к теме нашего эпизода дети что-то несколько удивляют вован это жестче формулирует но я не люблю когда используют табуированную лексику относительно детей почему-то у меня есть такой загон как мясное молочное но не хочется смешивать не будем не будем взболтать но не смешивать я хотел пожаловать да давай борзин просто пожалуйста все люди уже поймут что за тема мужской депрессии конечно не существует но в последнее время как только я открываю рот у мани появляется выражение лица такое как на котором можно и подкасте наверное так озвучить о господи опять ты несешь какую-то полную хрень я не понимаю как это происходит это просто триггер срабатывает буквально на третий секунд мне кажется просто нагон на твой голос уже реакция такая типа уже ничего хорошего ждать не приходится и мальчик твой голос дело в том что меня это так травмирует что я даже не могу вспомнить конкретику мне сразу все вытесняется и остается только этот может анекдот рассказывал они на взгляд если анекдоту они любят слушай слушай может ты знаешь у него что у нее реакция на то что опять не анекдот а ты рассказал анекдот про барана да рассказывал маню смеялась собственно говоря это был ответ на когда мне маня рассказал анекдот про два стакана о давай ну давай сейчас я позвонил маню попрошу сейчас он закатит глаза если что все это не по сценарию происходит прямом эфире абсолютно тихо маль привет слушай я сейчас записываю подкаст сперва родиты на громкой связи можешь напомнить какой-то анекдот рассказывал про два стакана или что-то такое на столе стоят два одинаковых стакана один пустой второй на полный на полный смотрит на пустой говорит это же будет и я спасибо спасибо вам попахивает новой рубрикой не складывается теперь в нарратив потому что сейчас по сценарию мать не должна была закатить глаза мне кажется я сказал что она громко возможно публику да она не стала закатывать конечно их какой смысл закатывать глаза по телефону я можно цокать я ну типа по бесят сок не я помню еще моих родителей бесило сок не я ненавижу когда говорят боженька гораздо сильнее чем когда говорят мы еще абортиан не в той стадии наши дети нас уважают и что тоже мне регулярно критикуют так расскажи дело в том что у меня есть такая функция всем кладу деньги на телефон и в латвии это не делается в один клик а у меня есть автовыполнение просто джазсейн остается только поаплодировать этому хорошему отцу который преодолевает такие трудности в объедините с тише и с маней лаван еще меня покритикуют что я опять не все не так делаю ну короче классический сценарий у тебя просит положить деньги на телефон я не сразу это делаю потому что я одновременно не знаю записываю подкаст работаю хотя подкасты тоже работаю вот сейчас мы трудимся ребята активно поте лица и и все на свете это я думаю что я потею пап ты до сих пор не положил мне денег на телефон короче я все время чувствую некоторое разочарование в голосе и в мимике детей и меня иногда это дико бесит какие еще твои действия не нравятся тише например все что касается технологий если он обнаруживает что я делаю что-то не оптимальным образом не телефоне типа это знаешь что тут можно просто одну кнопку типа нажать вот в этом а я такой до сих пор набираю телефон так по кругу пальцем в айфоне 1 6 сейчас записной книжки посмотрю как тот номер запамятал и тише такой а ты знаешь да что это мобильный телефон вера так делает тоже со мной в смысле что она тебя критикует ну да 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 что я знаешь иногда хочу сфоткать и вместо того чтобы свайпнуть влево на телефоне я пытаюсь найти приложение подожди что значит свайпнуть влево вот телефон потому что свайпнуть и камера сразу откроется вау а ты знаешь что фоткаться тут можно переключая громкость да это знаю саша есть же баланс какой-то вот то есть тебе говорят баланс белого он тебе говорит чтобы тебе говорит нифига себе пап я не знал что тут можно так сделать это вот у меня был период когда я активно стал делать вот рилсы да вот про рилсы но мы уже я жаловался в прошлый раз я сказал рилзы да тише такое пожалуйста прекрати говорить рилзы это просто другое слово это это очень смешно маня очень трогательно мне помогала с капкатом и такая ну вот можно так 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 сделать и вот все готово я такой спасибо а почему ты с этими навыками еще не королева инстаграма хотя кореш королева извините ну увидишь баланс есть то есть это же нормально это же и в не только среди детей так мы тебя вон сколько хейтим тут спасибо у тебя шоу до тебя хейтят не только дети но и взрослые птицы слезевики просто повсеместное и метрические книги ничего удивительного просто не происходит такая детская книжка нужна где ты идешь и там все такие блеет метрические книги слезевики да я такой прихожу в лес слезевики такой да ты чё-то не в форме соберись уже в конце концов же ты расползся как бы слим борозенком тебе при температуре 38 на самом деле видимо это такой период у детей потому что у меня он тоже просто был ты просто в таком возрасте уже типа такой думаешь я уже умею больше чем родители ты вообще все понимаешь лучше да да и у тебя появляется некое ощущение что ты возможно просто что они уже вообще ничего не понимают за такой типа если я в этом понимаю значит все во всем понимаю потом когда тебе становится уже много лет как нам ты такой думаешь да тогда я ни хрена еще не понимал но что ты понимал смотри вот такие вещи там типа про компьютер тогда еще было это конечно у меня тоже было типа что мам ну что ты не понимаешь ну это же блин тут же вот это же элементарно интернет но сейчас конечно поскольку ты уже взрослый уже конечно спокойно к этому относишься ну мне кажется самая главная проблема это отсутствие эмпатии у детей у всех потому что на самом деле во первых у меня тоже такое было конечно про родителей ну вот это цоканье и раздражение на любое там предложение это вполне было прошу прощения у родителей просто я знаю я вот много лет занимался так называемой объясняющей или объяснительной журналистикой но там обычно надо копать источники да и хорошо людям объяснять какие-то сложные вещи там свой специальный язык я всегда говорил что научить человека копать я могу научить человека писать я могу но мне кажется очень сложно научить человека с нисхождению и реальному умению поставить себя на место другого человека который действительно не знает вот знаешь когда редактируешь какого-нибудь физика ну да это вот таких я говорю а вы знаете вот тут наверное не очень понятно про второй закон ньютона он говорит слушайте у нас девятый класс зачем это объяснять я говорю давайте может объясним там да это классика это блин занудство какое-то я вас ради богу я вас умоляю чисто если к одиннадцатому классу уже забыли да в школе то все учились я такой оуэйт чеки о привилочи чеки о привилочи физик курва мария курви бытовой жизни это реально такое часто все время бывает что например когда шура мне объясняет дорогу я звоню шуре я запутался я плохо ориентируюсь в пространстве а у тебя такой час случается да даже в ри спасибо вам это просто потрясающе как бы блин через ли не я это хорошая иллюстрация то что человек не может поставить себя на место другого просто я никогда не звоню а я звоню да 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 я звоню шуре и говорю слушай я тут это хорошо это было до эпохи там повсеместных навигаторов такой саша у тебя компа с собой да и бинокль и секстант вот и шур говорит ну просто на трех сворачиваешь но это когда мы в москве еще жили там вот третье кольцо примыкает и там вот за бурденко там ну где госпиталь и вот за госпиталом сворачиваешь и просто к центру едешь я такой я не знаю где центра не аборте я про это я с тобой полностью согласен по объяснениям вот таким найти что-либо невозможно у меня была такая история я был в городе сан-диего город примечательным тем что там отвратительный общественный транспорт там мой дедушка он тоже рассказывал тебе же там плохой транспорт общественность на тачке ездил это город большой по площади и он разбросанный там как и во все америки и транспорт короче сделан очень плохо мне нужно было доехать в магазин ну я проложил маршрут google maps и по-моему у меня еще не было интернета и очень я ехал за этой картой на которой был простроен маршрут но он который я не мог уже простроить типа условно в обратную сторону и я ехал значит на каком-то автобусе где ехали самые мне кажется бедные люди которые существовали в этом городе и потом я вышел из этого автобуса там еще он не остановился на остановках он ехал просто и как ехал как ехал поэтому я не мог их посчитать там просто выпрыгиваете и в итоге короче не еще не понимал человек где нахожусь слава богу мне какой-то значит чувак который рассказал мне всю свою жизнь в этом автобусе сидели рядом со мной сообщил на какой остановке мне выходить а я вышел и там был мужик и я спросил у него как пройти к этому самому и он мне начал такой ну там вот на север идешь потом поворачиваешь там на северо-запад и я такой типа окей простите я не взял с собой секстанта оставил других штанов и я такой блин ну вот видишь полярная звезда просто ты не помогаешь а вот они обожают это типа едь на север короче типа да 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 это мы как с андреем мы обсуждали это что по-моему что в разных культурах ориентация на север запад юго-восток ориентация на север я хочу чтобы ты я хочу чтобы ты я тоже когда шуре объясняю вот у шуры есть сложности восприятия детективов иногда потому что шура плохо запоминает лица такая есть вот знаете джейн гудол дело в том что джейн гудол исследует знаменитых примантов там в основном шимпанзе есть такая особенность что она не запоминает лица вообще не распознает этой ну в мозге специальная штука за это отвечает я не знаю мне кажется что у шуры в какой-то степени тоже что-то такое есть надеюсь шур меня простит что я так говорю короче не важно мы смотрим фильм и шур такая подойти а это кто а почему он его убил я что-то совсем запутал и борзенка такой как в этом меме с человеком который там на доске это и объясняет я говорю ну смотри типа мы буквально недавно смотрели фильм по роману джона ля карея шпион выйди вон мы что-то подсели на шпионские романы в последнее время и все время их слушаем и смотрим и я утром буквально просыпаемся и говорю давай я тебе объясню значит что мы вчера посмотри ты дал ей ночь типа чтобы у нее переварилось все на свежую голову решил объяснить ну да и короче она не поняла ну немножко запутал за но там реально на самом деле легко запутаться кто 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 кого предал кто никого не предал там и так далее кто на кого работает но мне это легко дается вот я могу заплудиться в трех соснах но такие вещи мне даются легко у каждого из нас есть свои некоторые силы и слабости и переход ну вот объяснить так чтобы не выразить всем своим видом что типа я вообще не понимаю каким образом ты этого не понимаешь и то же самое связано со всякими техническими вещами тоже шура когда я нам не могу колесо заменить в машине ну шура правда что к этому шура уже привыкла она такая типа ладно давай я просто сделаю вот и я понимаю что на самом деле это приходит с возрастом когда ты учишься понимать что другой человек может чего-то не знать что это нормально что у всех разные навыки и что хорошо бы объяснить ему что-то так чтобы и не обидеть и действительно хорошо объяснить и это сложно это реально сложно и я понимаю что это может раздражать что это что когда когда кто-то просит какой-то помощи в чем-то что тебе кажется очевидно да а сейчас наша совместная рубрика про косметику из детства в аванска же пользовался ли ты в детстве гигиенической помадой да я пользовался гигиенической помадой и она меня бесила адски почему она тебя бесила что в ней такого ты намазываешь губы жиром это приятно но зато через день после этого они нежные а у сони же сейчас обветриваются губы или нет к счастью не особо но сейчас у меня есть гигиенической помадой я мажусь теперь при первой возможности просто только почувствую что у меня что-то губы сухие сразу мажу если она у меня валяется в кармане особенно сейчас проще короче к этому отношусь но зато до сих пор у меня есть воспоминания из детства что руки короче типа иногда мама заставляла мазать детским кремом и ты намазываешь руки и те уже трогать ничего не охота ими и просто сидишь с жирными руками но у нас дети используют помаду для губ от обветривания все тут есть еще интересный социальный момент что мне кажется в нашем детстве мальчикам было сложнее это сделать прячешься в вкладовку и такой это гигиеническая помада а если такое было да не на гигиенической вы чё да наши детей нет таких сложностей крем и геничка были конечно бесячие но в целом понятно почему родители хотели меня ими намазать наверное мне хотелось увидеть как у меня трескаются губы и обветриваются щеки вообще иногда хочется чем-то намазаться от всех проблем вообще не только от холода трескающихся губ а чем таким приятным защищающим чтобы от всех бед ребенка защитить у веледы как раз есть супер средства на такой случай защитный бальзам от ветра и холода у бальзам от веледы очень приятная текстура и запах там божественная календола божественный ланолин и божественный пчелиный воск которые защищают кожу ваших детей от дождей и в юг берете ребеночка намазывайте бальзам прямо перед выходом из дома и ваш ребенок надежно защищен и вы главное спокойны за его щеки и губы а после гуляния еще можно намазываться универсальным кремом с календулой с успокаивающим эффектом чтобы закрепить результат бальзам от ветра и холода и другие кремы из детской линейки с календулой вообще любые средства от веледы можно купить со скидкой и с нашим промокодом сперва латиницей вы получите целых 30 процентов скидку на весь ассортимент косметики веледа в парфюмерной сети золотое яблоко при заказе онлайн в россии белоруссии и казахстане промокод не суммируется с другими акциями и действует однократно применить его можно прямо до 31 декабря 2024 года поэтому это прекрасный новогодний подарок все подробности и ссылка есть в описании этого выпуска вообще какова вероятность что все что ты сейчас рассказываешь у наследовано детьми от тебя у нас сейчас часто ситуации там не знаю с левой бывают какие-то бытовые штуки не знаю он там долго собирается или мы там идем по улице и он идет там медленно куда-то или он там не может почистить зубы нормально или что-то с едой короче такие штуки когда ты в каком-то таком состоянии не очень хорошим можешь как-то отреагировать на это цокнув или типа такой блин что так долго в общем ты начинаешь немного из-за этого сам стрессовать закатывать глаза и делать всякие штуки которые вот ты сейчас описываешь со стороны мани тише да я просто об этом думаю вот эта реакция то есть я не говорю там ничего страшного там не спешим никуда у меня такое тоже бывает когда я в хорошем сцене если я куда-то сильно спешу я такой алё почему так долго там вот это буквально вот почему нельзя сделать простейшую вещь мне нравится что твой ним немножко спадает мне становится легче потому что я я был уверен что только я так говорю разгроженная для этого всех происходит но в то же время я пытаюсь какую-то нервозность балансировать то есть я иногда там пытаюсь такой лёв там типа потом извини не надо было спешить никуда все в порядке даже если опоздаем ничего страшного я сначала тебе понервничал что мы опаздываем потом пытаюсь его как-то расслабить и сделать так чтобы он как бы по этому поводу не переживал мы ходили вчера на концерт мы купили билеты на танцпол а лёве на танцпол нельзя было и лёва такой говорит я хотел на концерт бы но ничего страшного если не попадем то есть он такой знаешь стал это отпускать ситуации как-то очень спокойно как будто повторять ваши формулировки как будто он взрослый юра там топает ногами просто лёва такой смотрит такой с ним что нормально у него бывает он вот это сейчас взял чтобы себя успокаивать и он понимает что это стратегия которая подходит нам но одновременно есть еще моменты когда я закатываю глаза и такое блин почему так долго собираешься там или что-то еще я думаю что вот если он это вытащит себе и будет это использовать то потом это просто превратится в то что ты рассказываешь то есть там что это превратится в отсутствие эмпатии не знаю но может он долго собирается потому что я не знаю там неудобно как-то сидеть или что-то ну как какие то есть причины на это это очень здорово если нас получится каждый раз уходить ситуацию и понимать почему же человек вместо того чтобы встать и идти когда вся семья опаздывает и нервничает и так далее этот человек лежит в постели или проводит полтора часа в душе нам получится каждый раз анализировать как бы что же такое и и желательно еще параллельно самолет не опоздать но в быту это сложновато честно говоря я правильно понял что теория юры что не все дети такие нет моя теория в том что дети твое поведение часто проецирует у селева взял вот эту часть сейчас то есть он использует слова успокоимся там не спешим и так далее что очень как бы кажется взрослым и взвешенным а есть еще сторона когда ты там спешишь нервничаешь закатываешь глаза цыкаешь цокаешь и так далее вот и он и это может взять спокойно у тебя забирают дети то что ты потом ну как типа вот это щас ну типа я виноват сам да ты к этому клонишь я понял спасибо юрий да борзин ты слишком много закатывал глаза борзин теперь твои дети тебе отвечают тем же нет но безусловно дети во многом дублирует мое какое-то поведение и не только мое некоторая ирония сарказм и троллинг безусловно спасибо этому подкасту во многом это важная часть культуры нашей семьи и просто теперь когда эти выросли то я стал еще и на себе это испытывать и теперь потому что вам не даст оврать как бы дейша не дает мне расслабиться расслабиться вообще не да да тихон работает регулярно над сдерживанием самооценки вот эти отсылки к бомберству мне было бы дико обидно честно говоря не но слушай на самом деле я понимаю что базовая вещь что дети меня любят что дети меня в целом уважают эта база просто не во всем как но мне кажется что они знают что друг над другом подсмеивается можно и как бы любя просто иногда мне кажется что-то тумач привет это лига кремер основательница студии либо либо подкаст который вы слушаете это подкаст сделанный нашей командой возможно вы уже знаете что у нас есть подписка либо либо плюс наши подписчики могут слушать бонусные выпуски получать ранний доступ к премьерам и слушать подкаст студия о том как устроена наша работа теперь оформить подписку можно на бусти и на патреоне и как и раньше в телеграме и в приложении apple подкасты выбирайте что вам удобнее подписка лучший способ нас поддержать но зачем у вас ведь есть реклама скажете вы да мы очень благодарны нашим партнерам но тут такое дело реклама чаще всего продается в безопасные и нейтральные проекты трудно найти рекламодателей для расследований подкастов о насилии и неравенстве чтобы мы могли продолжать делать то что делаем нам нужны независимость и вы спасибо что вы с нами иногда ты как бы любя что-то там подтруниваешь да но на самом деле иногда это может немножко задевать оставляя шрамы на сердце и главное что человек который в этот момент становится объектом насмешек если он начинает жаловаться или обижаться он выглядит тройне глупо поэтому сказать ребята вы не могли бы узнав что я дальтоник все время не спрашивать как бы какого цвета стенка или узнав что я работал в журнале esquire все время повторять каком журнале esquire вот или как бы узнав что юра переехал в лондон все время матери постоянно в лондоне да 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 кстати это интересная вещь что типа когда вот все стали шутить про то что я дед в чате просто регулярно все шутят про то что я дед и как бы вот эту манеру как будто они имеют право по какому праву если что речь про чат телеграм-канал из первороди там есть чат отдельный где сидит тысячи человек и троллят борзенко и говорят ха ха в лондоне доставлено охренеть ну вот и но на самом деле понятно что по трезвому размышлению я могу только поблагодарить что у нас такая прекрасная аудитория которая перенимает наши мемы и у нас действительно какое-то ощущение ну что нет стенки и это очень круто и шутки часто смешные но иногда я реально немножко как бы устаю от этой роли и сказать про это иногда чувствуешь себя пожалуйста прекратить как бы я понимаю но мне кажется при том что я как бы сам все время мне кажется что на самом деле я не знаю тебе кажется но мне кажется но мне кажется что мы тебе кажется да 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 что мы соблюдаем баланс ты же вылитый я ну а да и просто с андреем в какой-то момент мы говорили о том что мы в общем некоторые вещи научились мне кажется напрямую проговаривать и говорили слушай там типа я например там раздражал когда андрей все время подчеркивал что я его младший брат или что-то ну почему-то у меня был такой загон но я попросил андрей перестал очень ну это очень клево но смысле что это от этого ты не типа я дед и я младший я тоже так говорил юрию сопрыкину старшему можешь пожалуйста не акцентировать на том что я младший поэтому у него телеграм-канал называется юрий сопрыкин старший пожалуйста не может не акцентировать внимание это как бы юрий сопрыкин афишу афишу афишал воздух блин я шучу если что у нас нет такой проблемы вот видишь ты стесняешься что если кто-то вдруг подумает что у тебя есть такая проблема что тебе это обидно потому что это же так глупо блин а прикинь мы бы юра называли юрий сопрыкин средний большой пёс трудяйцу зачем я вообще об этом помню сам себя посадил на этот кол в общем я хотел сказать что уже запутался между своими нытьями потому что давай расскажи еще расскажи еще как кто тебя унижает мы хотим распутать это нытье мы хотим распутать этот детектив шпионский я не знаю может быть я не до конца повзрослел но у меня до сих пор проблемы с тем чтобы понять прости я не до конца повзрослел но скажи 300 прости я хотел сказать что у меня до сих пор проблема типа прочитай граф монте-кристо бистово перебиваю что у меня проблема понять что какой-то человек не понимает очевидных вещей да я знаю иногда просто доходит что я делаю слишком много предположений по поводу того что должен был понять другой человек недавно у нас была ситуация с осень у нее есть письменный стол в отличие от меня дома довольно маленького размера и я положил ей туда справку от врача какую-то или что такое сонину попей таблетки и олеся мне говорит какой-то момент там типа из сада сказали принести им типа форму я так я же положил на стол тебе и она такая что это значит типа у меня было таком истинный процесс стол очень маленький и невозможно не заметить там эту справку алиса говорит типа ты в своем уме почему я должна рассматривать справки у меня возражение стол очень маленький там не нужно ничего рассматривать можно сразу заметить потом естественно как бы когда ты проговариваешь слушать кажется что как будто бы ты полоумный как бы немножко я очень понимаю олесю вообще очень понимаю потому что я недавно шуре даже высказывал это что мы ходили за грибами шур собирал клюкву я вспоминал что когда мы ходим за грибами то часто бывает так что я прохожу мимо какой-нибудь поляны а шура идет за мной буквально по пятам собирает грибы там где я только что был и такая а чё ты это не собрал а это чё ты не взял и я такой какой ты ответ предполагаешь на это не захотел или что типа потому что я ненавижу конкретно эти грибы просто я не заметил и мне обидно как бы что шура он тыкает тебя да 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 что он как бы все время как бы подчеркивает что я прошел и типа в двух метрах не заметил на маленьком письменном столе три гигантских белых это кстати огромная проблема заметить что-то на чем-то нравится что юра генерализировал так юр может немножко развернуть свою мысль так сказать продемонстрировать ее на чем-то но я не вижу на чем можешь продемонстрировать что-то на чем-то я делаю такую майку причем это будет черная надпись на черной майке это ужасная проблема заметить что-то на чем-то вы можете тоже пожаловаться на детей только я жалуюсь да мне кажется что пока эта проблема может быть только с нами потому что наши дети пока нас не хейтят за то что мы чего-то не не так делаем хотя соня знаешь иногда но это я считаю справедливым что она подмечает какие-то штуки которые ей говоришь не делать а сам делаешь например это мы обсуждали в пилотном выпуске сперва роди абсолютно справедливо я говорю буквально совершенно верно ты права что родительство это лицемерие что регулярно раздражаешься на то что делаешь вот мы закольцевались это был хороший подкаст спасибо что вы были с нами мы закрываем подкаст сперва роди мы наконец-то пришли к началу дети уже выросли это как comedy club объявила закрытие да 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 на всю москву просто короче это был подкаст сперва роди выпуск про то как нас хейтят дети как мы хейтим друг друга как не хейтим не хейтим а как мы а мне кажется хейтим если как это назвать закатываем глазки закат глазок вообще вот так чувствуете что есть целая иерархия как бы вот этих реакций которые примерно одно и то же значит этот сок они типа потом потом закатывание глаз иногда это очень большой концентрации надоедает но я помню что я с удивлением обнаружил что детям не очень нравится когда я постоянно называю их лопухами ушастыми и все время пою про эту песню типа маня лопух маня лопух но сейчас уже как бы сейчас тебя поставили на место уже скоро будет выше меня да и поэтому и поэтому дарить неловко петь про это подорожник стал лопухом борзенко все детство измывался над детьми короче а теперь что случилось а почему они на меня так делают закатывают а что а как так в магнолию не пускал не пускал лопухами называл называл шахматы играть заставлял заставлял спасибо всем большое что вы были с нами да что вы послушали как борзенко жалуется на жизнь как мы жалуемся на борзенко как его говорит философские цитаты вели великих мудрецов еще хотели поблагодарить студию либо либо нашего редактора андрей борзенко нашего продюсера кирилла сычева нашу в уважаемого саунд дизайнера ильдара фатахова всем до следующей недели и пока слушайте бонус в пятницу так что там по времени сколько мы записываемся блин опять я трещу я тебя пытался перебить середине раз пять у меня получилось шестого о нормально критика смотри но моложе тебя действительно и в технологиях нибудь больше понимает мне кажется хорошо было только не знаю как это назвать ноет ковчег знаешь у меня сейчас было ощущение что ты сидишь и такой этого не произойдет 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 это приходит кстати в журнале esquire был материал про прокрастинацию который кто-то из наших коллег не помню кто назвал всемирный потом я Субтитры сделал DimaTorzok